Это, как по мне, одна из самых долгожданных игр за этот турнир. Это Team Secret против Thunder Predator. Наконец-таки мы увидим Grand of Dota, ну, помимо европейской и американской, что-то более близкое, более родное нам. Это европейская Dota, это Team Secret. И они будут играть против южноамериканских Thunder Predator против хищников. Очень хотелось бы посмотреть на то, что нам покажут Team Secret. Давно их не видели. Интересно, какие они покажут там пики. Что, в принципе, будет по игре, какой стиль. Потому что мы видели IG и поняли, что всё-таки китайская Dota, это до сих пор более пассивная, более жадная. Посмотрим, какую Dota выберут для себя Team Secret. Это будет, возможно, агрессия. Нет, на самом деле, возможно, здесь 2 по 20 для Secret. Всё изи, они раскатают. А, возможно, Leo Style на какого-нибудь SF-чике раскастовывает Team Secret. И это 2-1 в пользу Thunder. Что гадать, посмотрим, посмотрим. Скоро всё узнаем. Начинают свой распик Team Secret с Тусика. И даже используют дополнительное время, чтобы понять, кого к нему добрать. И это Марс. Да, герой хороший, герой метовый. Марс на офф-линию. Хотя мы видели, как Марса смещают их на центральную. Но более логично всё-таки этого героя ставить в офф-лейн. В отличие от прошлого, в БУ-3 в банах нет алхимика. Ну, видимо, это чисто китайская тема. Нет, и европейские команды алхимика фёстпикают. Но вот без причины его банить и оставлять пака, так Team Secret играть не хотят. И вместо этого запрещают этого самого риска. Thunder же банят Пангольера, банят Испа и боятся инвокерать ниши. Это скорее дань уважения, нежели просто какой-то метовый герой. И я думаю, надо банить Оракла. Бо, он не достался. Thunder'ом, всё-таки банша Оракл, связка сильная. Да и по суппорту Оракл Шейкер. При том, что пятёрка получается у нас Оракл. И четыре Шейкер, хорошая связка. Но пока убирают тролля. Но я думаю, в любом случае они не должны. Это оставлять. Также не помешало бы забанить какую-нибудь Эникбу, например. Которая могла бы помочь в Team Fight'е Тандером. И банят аппараты, как бы намекая, что они будут хилиться. Оракл всё очевидней. Team Spirit, пожалуйста. Не стоит его переигрывать. Можно просто забанить. Всё-таки Оракл такой герой, который даже на пятёрке. Довольно много импакта вносит. Его нельзя недооценивать. Приходится часто фокусить эту пятёрку. Чтобы можно было хоть кого-нибудь другого убить. Пока это минус морф. И неужели... Нет, остаётся ещё один бан. Я думаю, они должны под этого героя его оставлять. И какого-нибудь выводить спирита. Скорее должны банить Тандер. Так как герой тоже активный. Ниша на нём сыграть сможет. Ниша на нём прекрасно играет. Или же... Кого бояться Тандер? Может, в теории до сих пор появится Эникба на пятёрку. Да, это было бы жадно. Но добрать какого-нибудь активного кора. Вот того же Войтспири Данамит. Того же, я не знаю... Любого активного керрия. Того же Вивера, например. И можно идти давить и эту игру... Выигрывать. Но пока... Тратят дополнительное время Тандер, чтобы подумать. Кто же им помешал бы здесь? Ну, по идее Войт. Или Шторм. Спириты. Ну, типа. Так, а я же не в муте, да? Да, я не в муте, всё прекрасно. Даже... Не жалеют дополнительное время на такой стадии. Видимо, сомневаются. Ну, конечно же, и волнение имеет место быть. Всё-таки это Тим Сикрет. Оппонент серьёзный. Я думаю, один из главных притендентов. На победу в этом мейджоре. Но мы знаем, как могут на первом матче плей-офф Тим Сикрет отлететь от тёмной лошадки. Возможно, тёмная лошадка этого мейджора это как раз-таки Тандер Придейтер. Если они... Ну, собственно, сделают то, за что они станут. Не просто... Тир-2 командой, а полноценными участниками плей-оффа. Кстати, да. Бан Феникса. Это было бы прекрасно. На пятёрку. Хотя и Тим Сикрет могли бы его забирать себе. И оставляют в пуле Оракла. Всё-таки оставили они Оракла. Правильно, что они избавились от Морфа Шейкера. Это было бы огромной проблемой. Против любого пика. И себе же они забирают Энчу. Энча для Пупея. Героя мы довольно редко видели. Но это Тим Сикрет, это Пупей. Пупей на Энче. Это что может быть ещё более... Классическим. Разве что Пупей на Чене. Враги. Проигрывают. Третий пик для Тандер. Я думаю, это Оракл. Ну, тут довольно очевидно. Хорошая пятёрка и подсейф для ДП. И в теории это... Возможно, выход в какого-нибудь... Я не знаю. Латроля уже забанили. Да, неприятно. Тоже Фантомку. Хотя Фантомка здесь и Ничу не нарежет. И Тузик не убьёт. А это котёл. Ага. А вот это уже больше похоже на европейскую доту. Рейтят и ДП, и котла. Вот это я понимаю. Вот, вот. Где был котёл в прошлом БО-3? Где? Наплевать на него всем было. Всё. Вот эта дота мне нравится. Эту доту я понимаю. Здесь должна быть агрессия. Возможно, от обоих команд. И здесь будет явно поинтереснее БО-3. Четвёртый пик для Тим Сикрет. И это довольно быстро. МК. Хороший герой. Главная эта комбинация. Арена Марса. Полена МК. Полена. Которая арена. И это будет смертельным для Шейкера, для котла. Даже для ДП в какой-то степени. Если она не соберёт быстрый Юл. Либо же его в принципе проигнорирует. Видели мы разные билды. Видели мы даже через Каю, Сашу ДП. Первым артефактом. Но справедливости ради это была пятёрка ДП. Хотя этим этот артефакт не оправдывается. Это ви... Вау. Это котёл Бристлбэк от Тандер. Я думаю, такого не ожидали Тим Сикрет. Какой отличный пик у нас у Тандеров. Очень опасный для Тим Сикрет. Да, здесь пока хватает дэмэджа по Бристлбэку. И всё, РМК может собрать себе и Сильвер. Но в любом случае, это Бристлбэк с котлом на линии. Я надеюсь на линии. Конечно, пятёрка котёл по-хорошему сместится скорее к саппорту. Но возможно, стоит даже поставить пятёрку Шейкера. Либо же Шейкер офлейн. ДП мид. В любом случае, играют без ярко выраженного кора. Тандер. Поэтому стоит забанить какого-нибудь... На самом деле, инвокер. Да, вот инвокер подошёл бы прекрасно Тим Сикрет. С своим ЕМП. Вайпер, да. Чтобы отключал пассивки Бристлбэка. Герой был бы хороший. Пока. Вот зеркальная дота. Насколько была пассивная, неактивная. Вот никакая китайская дота. И насколько классная вот европейско-американская серия. Ну, посмотрим на исполнение. Как они этого Бристлбэка покажут. Как они его обыграют. Ну, Бристлкотл всё-таки это... Я думаю, то, что мы никогда бы не увидели от IG. Этим и приятно. Вот. Появились такие турниры, где мы сможем понаблюдать, как соперничают, возможно, IG с Тандер. Кстати, нет. IG вышли уже на EG. Где, я думаю, EG должны их побеждать. Всё-таки. А победитель этой пары выйдет на победителя пары LGD и Virtus.pro. И вот встреч... Возможно, возможно, я ничего не предугадываю, но в теории... Это ещё и Виномансер. Это Оффлэйн получ... А что у нас по ролям? Ну да, это Оффлэйн и Виномансер. Прекрасный пик у Тандер. Вообще супер. Первая карта, я буду за них болеть. Хотя, блин, вот та дота, где ты не знаешь, за кого болеть. Там ты болел за себя, чтобы не заснуть. Против Террор Блейда, против Фантом Лансера. Здравствуйте. А тут кто, Керри? Бристлбэк. Добрый день. Вот можно вот такой доты, пожалуйста, все игры? Я не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Всё-таки намного больше мне нравится вот такой вот стиль. Стиль драфтов, стиль игры. Нежели однобокий пик у Айджи. И последний герой для Team Spirit. Это должен быть, по идее, Мизер. Хотя они могут поставить и в Мид Марса, чтобы темп поддержать и взять себя на роль Оффлэйнера. Кого-нибудь... Кого-нибудь... Нет, Блоттикер бы. Слишком быстро погибал здесь. Здесь кто-нибудь, кто соберёт. Здесь Пайп нужен. И ничего быстро, по идее, Пайп не вывезет. Марс должен. После Даггера. И Мид какой-нибудь... Лина, возможно. Ну, ещё бы пассивку кем-нибудь отключить. Кто и пассивки отключает. Дум. Кстати, возможно. Мид Дум. В теории, это, кстати, хорошо, да. Мне нравится. Это и минус Бристол. Вспомнят ли. Это Квопа. Просто активный мидер. Ну, Квопа здесь мне нравится не так, как Дум. Как будто бы вот... Он бы решал проблему с МНЗ. Но так Бристол должен идти, должен плевать. Да, здесь нет ничего необычного. Это... Обзор на... Тусики четвёрки. Пупей на пятёрке НЧ. Матумба на Керри МК. И Мид Квинов Пейн от Ниши. Так, сейчас отойду. Заварю чаёк под интересную доту. Спасибо, Team Secret. Спасибо, Thunder, что вот не Terrorblade против Лансера. Спасибо вам огромное, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, всё, я снова здесь. И как же приятно смотреть на таких... Разных, таких активных героев. Всё-таки... Так, я в тени, что ли, опять? Надо чуть-чуть поменять позицию. Вот оно. Всё прекрасно. И... Как же я рад, что всё-таки это не день китайских Best of 3. Жалко, что победитель этой пары столкнётся с победителем Virtus.pro LGD. Возможно, это будут две европейские команды. Но это слишком... Слишком конкретная ситуация. Поэтому смотрим... Так, это не то. Что-то у нас уже рисует... Кто-то рисует? Рисует ниша. Ага. Подожди пару секунд. Ниша. Нужна команда на камеру. Камера свободная. Всё. Хайп, хайп, хайп. Смотрим. Наконец-таки. Наконец-таки. Это Team Secret против Thunder. Спасибо, спасибо. В шестой, в седьмой, в восьмой раз. Фух. Хотя бы отдохнём на таких картах. Я не думаю, что здесь будет дольше, чем минут сорок. Всё-таки у обоих коллективов пик крайне боевой. Преимущество здесь. Есть чем наращивать. Есть чем его укреплять. Разве что бить базу. Конкретно Team Secret особо нечем. Ну, у Thunder чуть получше. У них есть Leo Style на Death Prophet. Ждём от него прекрасного перформанса. А по рунам должно быть всё более-менее ровно. Здесь заберёт тусик. Да, здесь тоже. Они и не сопротивлялись. Два в два по рунам. Начало ровное. А у нас что, шейкер? Крипов блочил ли? Куда ушла фиссура? Скорее всего, блочил. И успеет ещё одну дать, да? Успеет? Да, ещё одна фиссура. Половину ванны с неё ещё и отрегенил. Хороший сентри. Сразу показывает Мус, что читает он этих секрет. Что они их не боятся. И это... Неужели это трипла? Это трипла против Бристлбека и котла. Цепляют MJZ. Это минус. Минус ли? Да. Слегка... Слегка страшно стало, что они этого котла отпустят. Но дэмэджа хватает. Они его добивают. И интересное решение. Не дать Бристлбеку с котлом какую-то дабл-линию под себя подмять. Старый триплой. Тусик для триплой герой идеальный. Благодаря свой... Упьют ли курьеров. Это минус... Минус два курьера. Нет, всё-таки Пупеет не догонит этого курьера. Просто минус курьер для MJZ. И идея крайне рабочая. Хотя здесь давят Зая. Да, всё-таки шейки с Феномантером тоже дабла довольно сильные. И посмотрим, будут ли менять свои планы. Тим Сикрет. Или их устраивает то, что страдает настолько Зай. Пока никто к нему не тпшится. Пока что трипла работает. Трипла идёт на котла. Да. Так, Тим. Это снова минус котёл. Могут ещё и Бристлбека погонять. Пока всё устраивает Тим Сикрет, что сложное, на самом деле, сложное для Зая. Как-то пока хпшки ему хватает. Но вот со следующего такого рассказа Марс должен уже погибать. Мид линия. Это ниша на Квапе. Против Лео Стайла на Дес Профит. Погибает Бристлбек. Какая же жёсткая трипла у Тим Сикрет. Не на секунду нельзя отсюда отключаться. Уже три в один. Но из плюсов для Тандер Придата, что всё хорошо у нас у Виномайнсера. И всё-таки, всё-таки Зай может подставиться. Что делает Мус? Мус пытался отвлеклись. А тем временем снова минус. На этот раз это минус котёл. МГЗ имеет два стака от пассивки МК. Но пока продолжать атаку Сикрет не планирует. Второй уровень есть уже у Винчи. Может крепость и переманить. Да, она его и переманивает. Перекроет ли Туск? Перекрывает. На тактиманов не хватает. Есть стики. А, почему бы не использовать? Ладно, просто гоняют. Понимаешь, что есть у него и фэрифайр. Есть стик. И решают ураган. Ураганом загоняют под вышку. Ну, кстати, с ураганом-то в теории могли и убить. Нападение на Марса. Терять много хитпоинтов. Будет пара трючек ещё от Фрэнка. И это минус Марс. Агрессивные линии от обеих команд. И до сих пор... Вот! Вот, спасибо! Вот оно! Как же я скучал, когда смотрел IG против Вичи Гейминг. Всё, 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 я счастлив. Дальше лучше. Дальше Виртуз Про. Хух. Мид-линия. Лео Стайл на Death Prophet и Ниша на Queen of Pain. 2-0-2 раскачивается Лео Стайл. Но это... Подбирает руну, не добивает её. Хотелся сбить своей задувкой Лео Стайл реген от Хасты. Но хорошо отыграл Аквапа. Читала. Задоджила. И... Фулл ХП, фулл Ботл. Дела у нас у Ниши. Прекрасно. Может быть нападение? Нет? Просто всегда готов к этому нападению. Триплы Team Secret. Видят Муза. Нет? Да, попикали. Здесь уже и Котл вместе с Аманзи. И что у нас по крипам у мидеров? 17 на 3 у Queen of Pain. 18 на 13 у Лео Стайл. Может быть фраг? Хватит ли дэмэджа? Задувка? Нет. Не хватает немного маны на задувку. И выживает здесь Ниша. И в ответ может погонять, кстати. Но опасно, опасно. Отставляется. Кортик. Крик. Это может быть минус, кстати. Пару тычек. Рискнет ли? Мог бы рисковать. Мог бы рисковать. Есть фейрик. Неприятно, да. Но, возможно, риск бы окупился. Здесь добьет ли? Да, все. Добивают здесь Шейкера. Погибает еще и Бристлбэк. От кого? От НЧ. НЧ добивает Брестла. И пока 6-2 от Сикрет. Просто месяц с первой минуты. Преимущество уже почти 2000. И никак не реализуется этот Бристлбэк. Полторы тысячи на Творса. Как же его унизили. Сикрет. Просто ничего нет у Бристлбэка. На линию боится выходить Коттл. Купей уже здесь. Гоняет еще и MJZ в соло. Здесь уже и Матумба. Они будут добивать. MJZ никуда не уйдет. Отхиливается еще и Ниша. Да, погибает Марс. Но так ли это важно? Когда такие плохие дела обстоят у Бристлбэка. Доджет Гибзор. Если Гибзор уйдет, это будет слишком. Духи да все-таки добивают. Это было бы слишком сильная минус мораль для Тандер. А тем временем Пупей приходит к Бристлбэку. Не собираясь его хоть как-то отпускать. Здесь же и Марс. И получить бы арену для Марса. А пока здесь ситуация довольно опасная. Здесь есть и Шейкер. Но ТПшится сюда Тусик. Могут закатываться на Фрэнка. У Фрэнка у нас 0 смертей. Да, 2-0-1. Закатиться бы и убить этого самого Виномайнсера. Пока Тандер. Пытаются хоть как-то восстановить своего Бристлбэка. Чтобы он заработал хоть что-нибудь. Ну, на всем этом фоне выделяется у нас Батумба Мэн на ММК. Который собрал себе, кстати, Орбов Коррожен. Перед Батл Фьюри, чтобы воевать. Ну и понятно, все-таки на трипле настолько сильно жадничать нельзя. Гибзор. Может Фрэнка видят, будет ли вкатываться. Перекрывает выход. Хорошая арена. Все. И наказывают. И Фрэнка за такой хороший счет. Мстит ему зай. И совершенно отвратительные дела у МНЗ. Собирает себе худ. Просто после тапка и стиков, чтобы жить хоть как-то. А у Ниши, кстати, с ДП дела более-менее ровно. Хлещет кентавра в лесу Ниша. Сроки дэмажа пока немного помогает ему. Гибзор. Надо выехать этого кентавра. Должны запилить. Да, все, да. Крепы здесь стакнутся. Здесь еще нет. Отвод не получается. И лопата для Квин оф Пейн. Выкопать бы фласку сейчас. Не копает. Все, копай Ниша. Копает Кабольда. Который будет за ним гнаться. У Кабольда. Миссия. Все. Вышел. Вышел зверь. Из леса. Он знает, где его цель. Он чувствует. Но, к сожалению, здесь непреодолимая преграда. Нет. Опа. 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 Переагрился. Пошел на других. Так. Он здесь пропадает веномайнсер. Нет. Ну, это интереснее, по-моему. Все плевать. Вот. Это война. Кабольд нашел новую цель. Он бежит за рейнджевичком. Он его догонит. Он его догонит. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Пошел Ниша встречает. И мстит. Мстит все-таки. Он его породил. Он его и убил. Замкнулся круг. Стрелочка повернулась. Ниша мстит. Кабольду, которого и создал. Руна. Что может быть лучше? Еще и под ботлот. Отпивается здесь Ниша. Пока прекрасная игра для Team Secret. Просто задавили уже 4000. За ними. Немного темп сбавили, конечно. Но они фармят. У них появляются артефакты. Что у нас у квапы? У квапы будет... После ПТ Сайланс. А Сайланс это будет смерть для котла. Это смерть даже для Банши. У которой пока нет ничего. Не говоря уже о Бристалбеке. Либо же Виномансере. Что у нас у Манки Кинга? У Манки Кинга Мидас. Ну, решает подстраховаться Матумба Мэн. Зай, не усугубляй. Всем и так понятно. Три в один по рунам. Уже даже здесь начинают давить. Тим Сикрет. Еще и Фейрис Тринкет падает для ниши. Аркейн Ринг для Бристалбека. То есть какая-то приятная новость. И давно никого не убивали Сикрет. Сколько? Ну, целых... Целых полторы минуты. Это не порядок. Пора. Пора выходить. Пармят вражеский лес. Как же нагло играет Сикрет. Хоть могут поймать на медлине котла. Это довольно простой килл. Тут даже без ультимейта ниши, я думаю, обойдется. Просто Аккортик Скрим. Пару тычек. Поменялись лесами. Хорошие варды есть. Ну, команды. Тандер Кредатор в лесу Ликвид. Икрет. А здесь Мидасик берет МК. Слегка замедляет темп. Но от этого он не менее много урона наносит. Также имеет свою поляну. Тпшится. Собираются драться. Здесь уже убили Виномансера. Это был ультимейт. Да и под ядами даже не спешит на базу ниша. Без ультимейта. Заковыряли Виномансера. И отправляется ниша. Регенится. 300 голды. Сколько у нас по графикам? Графики растут. Уже до 6000 в сторону Тим Сикрет на 11 минуте. Что крайне много. У Лео Стайла только... Ничего нет на самом деле в Банше. Самые вот... Лейн артефакты. Юл пока даже не близко. Из Юла есть только Винлейс. Отгородили Пупея. Хватит ли деможи. Но здесь Кентавр, который за Пупея... Как... За родного ступица. Деняет крипа. Ни голдишки не отдают. Тим Сикрет. Но из плюсов котел может отпушивать. Но если честно, я думаю, планировали... Здесь Тандер давить своим Бристалбеком. Крессировать. Но пока что лишь в стаке убивает здесь Бристалбеком. Общая статистика у него 0.2.1. Да, восьмой уровень. Но мы видим, что десятый у Ниши. Десятый у Матумба Мэна. И вот получает свой ультимейт. Пупей. Пкачивает Untouchable. И становится неприкасаемым. Прямой перевод Untouchable. Ага, ага, ага. Не знаю, в чем прикол. Ниша приближается к Сайленсу. И вот она после Сайленса продолжит убивать всех. Тим Сикрет. Намедленнее. Кто это может подставиться? Может Лео Стайл подставиться? Пока ничего просто оглушили своим геймплеем Сикрет Тандер. Даже никаких вылазок не планируют. Пока у них ничего не получается. Они просто в шоке. И не знают, что им делать вообще. Настаканы Эншенты, но такое чувство, как будто МК скажет спасибо. После Battle of Fury за все это. Поставить бы на самом деле вражескую тройку вард кому-нибудь. Ниша стоит довольно нагло. Волшебство на топе. Забирает у нас Лео Стайл. Хорошая руна для ДП. Сможет использовать ультимейт. Но пока мы не видели ни одного ультимейта, кроме того, который позволил здесь забрать Ебзора. Кстати, о Ебзоре помогает сделать фраг по МНЗ. Непонятно, что делал на баунти руне на 14-й Бристлбэк. Но с помощью арены МК довольно просто. Этого Бристлбэка убивают. Дальше фармит Матумба. Приближается к уже Battle Fury. На самом деле, даже вот без Мидасика это были бы неплохие темпы. А с Мидасиком так и подавно. Инча. Ничего не боится ни от Муги, ни от Лео Стайла. Ариан от Марса. Хороший фокус. Это минус Лео Стайл. Палка еще и по Музу. Муз не дает ему уйти. Это минус 2. И похоже, что все-таки, когда я говорил, что это 2 по 20, как будто бы я что-то знал. В прекрасной форме. Team Secret. Казалось бы, не с таким агрессивным пиком они просто уничтожают Тандер. Как будто, я не знаю, как будто это паблик. Не хватает только, чтобы они просто дайвили между Т2 и Т3. Но не рискуют. Видят стаки, да, хорошо. Квапа просто без ультимейта. Забирают здесь. А вот на тебя можно и ультимейт потратить. МНЗ. Есть тики у Квапы. Квапа ублинковывается просто по Т2. Шейкер ультимейтом сбивает. Но это была совсем наглость. Совсем наглость от ниши. Да и отдает свой небольшой. Но стрик. Формит МНЗ. Здесь бы его принять. Это все видят. Тим Сикрет. Им нужно смещаться. Разбивают ворды. И вот как же хочется поучаствовать. Забрать Икспу. И обзор. Понимаю, что опасно. Была бы Квапа, я думаю, ниши бы ворвался. Еле живой МНЗ. Но он забирает. Он немного камбэкает. И вот насколько сильно смерть Квапы, казалось бы, одного персонажа. Больше никого забрать. Когда последний раз кого-то убивали, кроме Квапы, Тандер. Башню, башню. Вот на восьмой минуте только. Восемь минут назад. А здесь и обзор. Добивает Шейкера, который пытался хоть каким-то образом нафарбить на свой блинк. Чтобы эту игру камбэкнуть. Но ему говорит и обзор, что эту игру ты не камбэкнешь. Что эта игра наша. И заходит на Рошана. Какие же темповые Тим Сикрет. Вот IG. Я хочу, чтобы сыграли с IG в Тим Сикрет. Вот серьезно. Вот что бы делали IG здесь? У Тандеров хотя бы пик агрессивный. За них хоть драться могут. Что бы сделал Террор Блейд вот такому пику? Стали бы IG, опять же, против Тим Сикрет. Так нагло брать Террор Блейда. Возможно, они понимали, что это оппонент все-таки ВИЧи. А не Тим Сикрет. Но пока. Просто нереальные какие-то темпы у Тим Сикрет. Уже ведут почти 10 тысяч на 17-й. И единственное, что как будто бы может камбэкнуть эту игру. Это блинк и ахослэм от Шейкера. Но мы понимаем, что у квапы уже полторы тысячи хитпоинтов с ПТ на силу. У МК есть Агегис, которым он будет танковать. Марс и так плотный. Имеет еще и Худ, помимо всего прочего. У Тузика Фалкон Блейд. Добрый день, четверка. И Худ еще. Это пятерка. Нет, я взорвала же четверка. Просто его переформил, как обычно. Пятерка на НЧ, который имеет Глимерс Кейп. И преимущество в 9 тысяч как раз таки отражается вот в этих всех артефактах. В том, что у Котла нет ничего, кроме вот Клаки. А у Пупея мы смотрим, что есть и Глимерс Кейп, и Капли, и Стики, и Флаффи Хэт. И помирать Пупей не планирует. Немного замедлилась игра. Давненько никого не убивали. Team Secret. Может быть выход на Марса. Но будут сейв ТП. Понимают это. Видят крайне наглого МНЗ. Будет вкатываться и обзор. Да, все. МНЗ уже подписал себе смертный приговор. ТП его не спасет. Есть палка от Матумба Мэна. Все-таки отступают. Боятся нападения с тыла. Команда Thunder. Присасывается Лео Майлз. Лео Майлз, если это Лео Стайл. МК. Не дают раскастывать поляну. Нападают на Котла. Это... Добьют ли Котла? Котла должны добивать. Матумба Мэн много их потеряет. Это минус Матумба Мэн. Да, хорошо. Хорошая драка от Тандер. Погибнет еще и Ниша. Отвечают, отвечают агрессией. На агрессию Тандер. И могут сделать минус 3. Да, это минус 3. Это минус 4. Учитывая Аегис. Какие достойные команды. Это минус 3 в 1. 2 тысячи золота для Тандер. Совершают небольшой камбэк. Да, по-прежнему есть 8000 на 20-й у Тим Сикрет. Но показали, что могут отбиться. Что могут перевернуть здесь Тандер. Хорошо. Красиво. Не стоит все-таки недооценивать Дес Профит. Слишком сильный ее ультимейт. Особенно в лесу, где нет крипов, когда духи ни на кого не уходят. Всех духов впитывает команда Сикрет. Ну и рассказ Тинамансера. Еще и с Спирит Веселом. Тоже вещь довольно сильная. Огрузаются Тандер. Показывая, что они проигрывать не собираются. Что все у них еще впереди возможно. И укрепляется МНЗ. И вот только вот Саша и Яша. Вещь спорная. Не лучше бы какую-нибудь Алибарду против МК собрать. Возможно, кстати, вот Алибарда. Здесь было бы решением получше. Собирается танковать здесь МНЗ. Что у нас по арене? Арена имеется. Имеется и арена, и поляна МК. Могут зафокусить здесь Бристлбека. Рассказ от Ниши тоже имеется. Не перегораждают. Оттолкнуть бы. Да. Немного неудачная поляна. Нападение здесь на Ябзора. Ябзор. Выталкивает тебя шардами. Но все равно погибнет. Не очень получилось таймингово. И не очень прямо использовать способности у Team Secret. И за небольшие ошибки. Уже наказывают Тандер. Хорошо. Они не растерялись. Все. И не в муд. И не в муд. Говорил. Самое интересное. Не растерялись Тандер. Я думал, что они посыпятся после такого начала. После настолько загнобленного Бристлбека. Но мы видим, что не страшно. Что уже вырывается в топ-2. Обгоняет даже Нишу на Квапе. Который собирает тебя после всех таких раскладов в Блокингмар. Чтобы не отъезжать от Виномайнсера. Который все-таки наносит уйму урона. Не стоит забывать, что пик на самом деле у Тандер максимально боевой. А у Сикрет все-таки он более лейтовый. И... Даже минут через 30-40 все-таки шансов больше должно быть у Team Secret. Улетает Марс. На свою базу. После Худа и Юла будет собирать Даггер. Ну, для инициации. В принципе, это необходимая вещь для Марса. После, я думаю, все-таки стоит апнуть до какого-нибудь Пайпа. А жив ли Пайп, кстати, я так говорю. Какой прощенный. Вы серьезно, что ли? Все, нет. Пайп не убрали. Это было бы странно. БКБ появляется у Ниши. И вот следующая драка должна быть уже более уверенной для Team Secret. В любом случае, это... Даже на самом деле не так много фрагов. Мы бывает видим, что и по 2 фрага в минуту. Здесь набирается всего по одному. Но это потому, что довольно сейвовое вот было время с... Ну, 18-й по вот... 21-ю, возможно. Ну, вот здесь тоже фрагов в нем сильно много было. Это больше... Это башня, всего один фраг. Тоже башня, вот всего. Два фрага с промежуток, с 8-й минуты по вот... 18-ю. Но, тем не менее, все равно преимущество имеется у Team Secret. Оно в этом... Отожранном Манки Кинге. У которого уже есть огонь и врыв от Муза. Ну, хорошо. Успеет ли зафокусить МК? МК без БКБ. Присасывается в Лео Стайл. Погибнет ли? Выживает. Выживает МК. И погибает Веномантер в ответ на это от ультимейтой ниши. Фокус по Шейкеру. Шейкер погибает. MJZ. Поруточек от ниши. Должен догореть. Да, добивает его даже тусик. И ниша здесь, скорее всего, должен уходить. Имеется блинк. Ниша здесь уйдет. Минус 3. Размен на БКБ. На проказку вопы. Цепляют все-таки вопу. Не дают сделать блинк. Не успел дать на самом деле Сайланс. Если бы дал Сайланс по Лео Стайлу. Он бы выжил. И Сайланс не был в култ. Просто на ноге заходит Зай. Замирает, поднимает вьюл. Плевать ему абсолютно. И это 4 в 0 по рунам. Да? 4 в 0 для Team Secret. Возвращают себе преимущества. Нет, тэпау-то у Зая. Зато скоро будет Хьюл. Можно напасть. Поляна. Аляна. 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 Полина. Поляна ТМК. Арина Марса. И будет страдать. Страдает пока Зай. Очень болючие колючки у МНЗ. И пока мог умереть здесь только Марс. По-хорошему прибить бы спиной к арене Престелбека. И в лицо его бить. Но это сделать не получается у Team Secret. Тем не менее, 10 тысяч у них имеется. Даже порядка 11. Что по артефактам нового появилось у Престелбека. Решил не собирать Кирасу. Или Кираса к нему уже летит. 12 тысяч. А где Курьер? Нет. Кирасу его нет. Это просто плита. И решает покупать себе Даги. Башер. Почему-то я называю артефакты по-другому. Ниша собирает себе Шиву. Чтобы получить дополнительный армор. Защиту и от духов Банши. И от колючек Престелбека. В этом плане довольно забалансированный пик у Тандер. У них имеется и куча магии. Благодаря Виномайнсеру. Благодаря прокасту Шейкера. Благодаря задувкам от котла. И также физика. Это Брестелбек. Это Банша. Так что. Довольно сильные соперники. И выход на Рошана от Тандер. Но это нагло. Это нагло. А накажут им Сикрет. По идее не успеют. Бегут в смоках. Могут принять после. Но это будет совершенно другая драка. Да. Добивают. И будут ли нападать им Сикрет. Уже с Аегисом. Тандер. Ниша убегает. Решают не нападать. Придется убивать всю команду. Кроме МНЗ. Потому что. Зафокусить Брестелбека. Даже сейчас. Является проблемой. Для. Сикрет. И. Неплохо. При том. Что ведут. Почти десятку. Сикрет. Забирают Рошана Тандер. Просто на морозе. Заходят. Не боятся. Главное. Это не бояться. Они не боятся. Сикрет. Это главное. Мне кажется. Ключ к победе. Пушат Т2. Не успеют ее разменять. Тим Сикрет здесь. Хотя. Глиф имеется. У. Обоих коллективов. Но. Свою. Я думаю. Приберегут. Для Т3. Тим Сикрет. Да. На Т3. Уже заходит МНЗ. Начинают бить. Ультимейт от Лео Стайла. Хорошо. Пока добивают вышку Матума Мэн. Да. Это минус Т2 вышка. Должна лететь домой. А здесь. Такими темпами. Может упасть Т3. Марс как готов врываться. Арена. Нет. Просто выталкивает поближе МНЗ. Пока все. Вытанковывает Бристлбек. У него Егис. Он ничего не боится. И теряют Т3 вышку. Тим Сикрет. Ведя по голоде 7000. Прибивает Квапу. Хорошая арена. Могут убить быстро ДП. ДП быстро погибает. МНЗ. Остается один на базе врага. Бежит Марс. Поднимает. Если копье. Копье. Пока нет. Копье появляется. Могут убить Шейкер. Это минус Шейкер. Минус Виномансер. Котла тоже никто не отпустит. Это минус Косел. И самое главное. Уйдет ли Бристлбек. Будет его преследовать Марс. Но все-таки слишком далеко. Это минус 4. В размен на Т3 вышку. Почти на. Насколько респект Тандерам. Они били ранжовый барак. В отличии китайцев, которые бьют милишный. Понимая, что нет ни малейшего смысла, если вы не собираетесь забирать его сразу, как-то его раздамаживать. Что намного выгоднее забрать ранжевой. Жалко. Я бы все-таки вот пары бы разделил, на самом деле, если бы решал я. Мне кажется, против IG бы Тандер их просто смели. И против Вичи у Сикрет было бы больше шансов. Ну, с другой стороны, мы бы увидели эти два коллектива чуть позже. Но просто в любом случае, довольно жалко сразу, какой-то из этих коллективов окажется в Лузер Брейкете. Ну, я думаю, что там они должны пробраться и Сикрет, и Тандер довольно далеко. Если я не ошибаюсь, попадает... На кого попадает проигравший на Ликтед? На Тимастер. Ну, я думаю, это будет легкая игра для всех. Для любого коллектива из... Кто бы здесь не проиграл. Астры, я думаю, уже смирились, что они отлетают. Ну, и, в принципе, на самом деле, будем честны, что вот... Что Тим Ликвид, что вот те же Неоны не были бы соперниками вот этим двум командам. Они должны проходить довольно далеко по Лузерам. До, наверное, следующей команды, которая упадет к ним из плей-офф. Я совершенно не верю в команды, которые изначально посеялись в Лузер Брейкете. Все-таки мы смотрели, как они играют. Играют они очень посредственно. Крайне посредственно. Будет забавно, если Ликвид этот турнир возьмут. Но уже заходит МНЗ, забирает Барак, переключаются на Милишный. И надо что-то придумывать здесь, Team Secret. Потом Бомэн. Кстати, без БКБ играет. БКБ так и не купил. Уже зато имеет башер. Выталкивает. Прибивает. Хорош. Еще и отталкивает совсем под базу МНЗ. Гоним у Тусика. В спине развлекается Ниша. Забирает Шекера. Убьет и Котла. Да. Дабл килл для Мидера. Загрязет ли его Лео Стайл? Лео Стайл, да. Забирает Квапу. Хорошо. Но тем временем погибает. Просто на базе месят Бристл БК. Под фонтаном погибает Бристл. При том, что... Забрал? Нет. Курьер сил. Что это значит? Кто убил? Курьера у МНЗ. Он шел под базу. Он, видимо, забыл, что к нему шел Курьер. Да. Видимо, он умер от Т3-вышки. Либо от Т2-вышки, скорее всего. Удивительная ситуация. Тем и Сикрет везут 18 тысяч, а линия падает у них. Вот это, да, вот это я понимаю. И вот у кого преимущество в этой игре? У Тим Сикрет? А линия у кого упала? У них же. И вот пока непонятно. Вот такая ситуация парадоксальная. Конечно, возможно, все под контролем у Тим Сикрет. Скорее всего так и есть. Все-таки дальше вряд ли будет... Похоже, ситуация, в которой они не смогут убить Бристл Бека. Но стоит оценить Аганим на Тусике вместо Даггера. Насколько же ситуативно играет Ябзор? Понимаешь, что нужно отделить Бристл Бека от команды Тусик. И берет Аганим, чтобы этого Бристл Бека пинать под фонтан, поближе к своей команде. Классная игра. Здорово. Отличное решение от Ябзора. Кого у нас заплевывает Бристл Бек? Просто плюется. Арена хорошая. По шейкеру. Это излишне даже. Шейкеры должны заковырять. Да, шейкер минус. Присасывается к МК. Дис профит. Сайлент забить нечем. БКБ не покупали. Ультимат использует Лео Стайл. Надо как-то его зафокусить. Матумба Мэн. Арена. БКБ от Лео Стайла. И вгрызается, вгрызается Матумба. Добивая все-таки. Отхиливается. Отхиливается Матумба. И уже вряд ли МК здесь убьют. А здесь вторым фронтом бежит Ниша. Добивает Бристл Бека. Улетит ли Франк? Франк улетает. Нет. Нет, все-таки улетает. Виномайнсер. Но 20 тысяч за Team Secret. Крайне опасная игра от Ниши. Мог он и не отхилиться, и не убить ДП. Тогда бы это был бы минус Кор у Team Secret. Жива осталась бы Банша. И возможно бы драка пошла по-другому. Но все-таки возможно все контролировал здесь Манки Кинг. Себе Абисал приносит. И следующая драка будет еще более уверенной для Team Secret. Неужели к 40 минутам эта игра и продлится? Я делал ставки, что она будет до 40. Но посмотрим, успеют ли им закончить здесь Team Secret. Да. Куша Т3. Должны забирать в сторону. Могут идти еще и на нижнюю. Так как глиф потеряли уже. Тандер. Но скорее всего они будут отходить. Рыв от Марса контрится довольно быстро Юлом. Зая здесь страдает. Форстафят. И будут отходить. Нет, даже бараки не забирают Team Secret. Просто сломали Т3. Будут отходить. Что у нас по Рошану? А до Рошана минута 30. И там будет на развороте смок от Тандер. Бегут искать Team Secret. БКБ от Квапы. Чтобы спастись от МНЗ. Ну понятно, без соплей. Все-ка проще уходить. Замахивается ногой Юдзор. Отгоняет Усика. Решает, что все-таки страшно получить пензель от Юбзора. И отступает МНЗ. Что у нас рисует? Матумба Мэн. Что по виду пойдут? Или ответный смок от Team Secret. Юбзор опасный соперник. Юбзор может и довольно сильно пнуть. Видит Зая. У Зая Даггер сбит навсегда. С этой пассивкой от Веномайнсера. Но имеет БКБ. В случае чего может нажать. И через пару секунд Даггер свой использовать. Ну из минусов только что пройдет пара секунд БКБ. Вне драки. Либо же, если я не ошибаюсь, снять с себя этот эффект Юлом. Вшикает Бристлбэк. У Бристлбэка. 24 тысячи за Team Secret. Насколько отожирный Матумба Мэн. И наконец-таки покупает себе БКБ. Чтобы не страдать от Сайленсов. Грузаются в МНЗ. Да, вот все. МНЗ не такой грозный соперник для Team Secret. Хотя сколько же он деможа впитывает. И все живет, все живет. Но погибает. Погибает у нас Бристлбэк. Шейкер боится дать ультимейт. Здесь Зай. Отталкивает Фрэнка. Пока мейз от его мидера. Хороший ультимейт от Шейкера. Деможа не хватает. Отхилиться ли МК? МК, да. МК хватает деможа, чтобы отхилиться. Это минус 5. Ультра кью для Матумбы. И все равно он... Нет, эта ниша спасается. А не боится ли погибнуть Матумба? Вот есть палка. Это фулл хп МК. 30 тысяч за Team Secret. Очень интересная, очень веселая игра. Вот, пожалуйста, вторая такая же. И на самом деле могут. А могут ли на самом деле? В теории-то могут. Но вот получится ли? Они уже удивили на первой игре Team Secret. Это удивленный Team Secret, если что. А что будет, если Team Secret удивят Thunder? Вот что страшно. Минус 2 линии. Пока не похоже. Как будто это будет ГГ до 40. Но все-таки вот такую игру. Пожалуйста, играйте и 50 минут. Такую смотреть интересно. И насколько же рисковый играл Матумба. Не хотел покупать БКБ. Потому что мы видели на этом файте. На нижней руне. Где просто он пережидал сайленсы. А у ДП они довольно частые. И все-таки по 6 секунд. Извините меня. Тоже. Целую вечность в драке. И все-таки. Даже против одного сайленса. Необходимо было бы Матумбе купить. Этот БКБ. Ну так же против Веника. Все-таки. Не стоит недооценивать его урон. Еще и подспирьд Веселом. Когда ты даже с палкой своей не отхилишься. А тоже Весел можно БКБшкой и сбросить. Рошан скорее всего для Team Secret. Будут ли воровать его Thunder? Нет. Все-таки забирают. Только помог задувкой. MJZ. Фокус по купею. А здесь Матумбомен. Поляна. Палка будет фокусить MJZ. MJZ теряет много хп. MJZ подстанивают. Фокусят. Все-таки добивают вчетвером. Не отдают своего котла. Здесь. Муз. Вариант. Тебя видно. Все-таки успевает использовать Блинк. Но никуда не денется. С палки двух тычек от Матумбы погибает Шейкер. И вот что вопрос делают. Thunder пока месят их Бристлбека. На ровном месте рефрешер. Матумбе плевать. Могут пойти и в трон на самом деле. Team Secret. Похоже, что они это делать и собираются. И взор не находит здесь. Улетает. Виномантер. Но никак это Фрэнку по игре. Особо не поможет. Да. Идут в трон. Вряд ли успеют убить трон до того, как лестница. Бристлбек. Но могут убить кого-то еще до этого. Да. Это минус Фрэнк. Нет. Фрэнк сэйвится. Есть за хил. Это просто минус. Лео стайл. Ультимейт. Ему не помогает. Поляна ТМК просто гигантская. Добивают. Дэс Профит. Убьют. Все-таки Виномантера. Убивают и Муза. И это. Гудгейм. Минуточка. Я ошибся на минуту 37. Замечательная игра Team Secret. Прекрасная от Тантер. Огромное спасибо коллективам. А это всего первая игра из БО3. Поэтому будем ждать вторую. Никуда не уходите. Как же круто. Прекрасная от Тантер. 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 Продолжение следует...